Друзья, приветствую вас на канале Паяльник ТВ. В мои цепки лапы попал вот такой прибор. F-Nersi 1014D, в некоторых кругах называемый осциллографом. Если вкратце, то покупать этот прибор не советую, а все подробности далее в ролике. Начнем с комплектации. Помимо осциллографа, в коробке находятся два блока питания с USB выходом. Один под нашу розетку с выходным током в 1 Ампер и с плоскими штырями на 2 Ампера. Ток потребления осциллографа составляет чуть больше 1 Ампера, поэтому ему надо 2 Амперный блок питания. Почему в комплект просто не положили переходник на евро розетку, мне решительно непонятно. Два USB кабеля. Один для питания прибора, один для подключения к компьютеру. Чтобы сбрасывать осциллограммы и обновлять прошивку. Пара щупов на 100 МГц. Инструкция и специальный кабель, у которого на одном конце БНЦ разъем, а на другом пара крокодилов. Теперь можно посмотреть на сам прибор поподробней и разобраться с органами управления. Кстати, если вам интересно посмотреть мою первую реакцию, то в описании я оставлю ссылку на стрим, где я вместе со зрителями разбирался с тем, что умеет этот прибор. С задней стороны видим вход для питания 5 Вольт. С передней стороны FNIR C1014D прикидывается осциллографом до последнего. Но погодите, вы видите выход в 1 кГц для калибровки щупов? Нет, и я не вижу. Правильно, ведь разработчики его просто выкинули. Видимо он показался им просто ненужным. Вон у вас БНЦ выход генератора есть, тыкайтесь туда и крутите эти ваши емкости. Пристали тоже. Ладно, идем дальше. Большой красивый 7 дюймовый дисплей, который совершенно никак не защищен от внешних воздействий. Нет ни стекла защитного, нет даже просто пленочки. Энкодеры. По классике, малые энкодеры без тактильных шагов, на развертке по времени и амплитуде с тактильными шагами. Однако энкодеры без нажатий, а функцию сброса смещения выполняет кнопочка A-Ridge. Триггер простой. Режим Auto, Normal, Single. Фронт или спад и выбор канала. Также на лицевую панель вынесены кнопки быстрого сохранения данных в картинку или вовфайл, который потом можно крутить в самом осциллографе. Два BNC разъема входов и один выход генератора. Также на панели имеется USB разъем для подключения к компьютеру. Вставлять в этот разъем флешку бесполезно, такого функционала не завезли. Прибор очень легкий, что вызывает неудобства в использовании, ведь приходится придерживать его, чтобы нажать кнопку. Однако с другой стороны, малый вес и удобная ручка для переноски это несомненный плюс осциллографа. Нести его до мусорного бака будет легко и удобно. Включаем и смотрим интерфейс. Сразу становится понятно, что люди, разрабатывающие этот прибор, не пользовались осциллографом никогда и никаким. Самые важные параметры, отображаемые на экране осциллографа, это временная и амплитудная развертка. И они тут мелкие, и надо напрячь глаза, чтобы их разглядеть. Второй момент. Большой 7 дюймовый дисплей сужается из-за неотключаемых измерений. Да, вот эта область экрана всегда будет отображать измерения. Их можно настроить, какие именно будут отображаться, но скрыть эту колонку полностью нельзя. Проведя тест на полосу пропускания, я выяснил, что на частотах выше 70 МГц встроенный триггер 1014D уже не отрабатывает нормально. То ли ему не хватает амплитуды в полвольта уже на таких частотах, то ли просто он уже такое не в состоянии показать. Хотя дальше станет понятно почему. А вообще показывает он красиво, но совершенно глупо. Тут всегда включен режим усреднения, когда осциллограмма складывается из множества периодов измеренных сигналов. Из-за этого какие-то резкие изменения и скачки по амплитуде будут незаметны. Отключить это нельзя, и дальше я предположу почему на это пошел производитель. В общем, несмотря на наличие тут режима сингл, если записать, например, импульс при зарядке конденсатора на два осциллографа и сравнить, то получаем вот такой результат. По сути, тут нигде не показывается реальная частота оцифровки сигнала, а из настроек есть только изменения множителя щупа, режим AC-DC и есть возможность включить спектр сигнала в виде просто показометра. Там никаких не частот, ничего не будет понятно, просто вот смотрите спектр. Я сделил. Вот для примера сравнения осциллограмм пульсации импульсного блока питания. В целом измеренный сигнал вполне хороший, что приводит к мысли, что показать что-то похожее на правду этот осциллограф все-таки может, но только при условии, что измеряемый сигнал будет периодичным и есть возможность сигнал измерять несколько периодов. Есть проблемы у осциллографа и с формированием смещения нуля. Если подключить один и тот же источник постоянного напряжения, то в одной полярности он покажет в целом близкий к правде результат, а в обратном подключении результат будет смещен сильнее, чем должен. Теперь можно посмотреть, что там находится внутри. Пара болтов и мы видим печатную плату. А если вы тоже хотите, чтобы ваши печатные платы выглядели красиво и профессионально, то воспользуйтесь услугами наших партнеров, компании JLCPCB. Компания JLCPCB изготавливает печатные платы любых форм и размеров. Просто загружаете гервер файлы на сайт, выбираете требуемые параметры, такие как толщина, цвет лака, количество и другие. Оплачиваете и получаете по почте. Качество проверено временем. Многие мои друзья и знакомые сотрудничают с ними, ведь как ни крути, у них самые низкие цены. Все полезные ссылочки оставлю в описании к видео. Переходите и заказывайте. Так, а вот тут надо будет заварить ромашку и подложить по стулу асбестовую плиту. По центру мы видим явно процессор со стертой маркировкой. Скорее всего это какой-то жирный микроконтроллер на ядре ARM. Слева от него пара АЦП. Также затерты, но судя по распиновке это AD9288. Двухканальный АЦП с частотой тактирования до 100 МГц. Вот собственно отсюда и заявленные 100 МГц полосы пропускания. На плате нет никакой внешней памяти, кроме SD-карты, на которую очевидно записываются осциллограммы. А значит при измерении развертки во времени микроконтроллер изменяет тактовую частоту АЦП. В чем я собственно и убедился подпаявшись к этим выводам. Из-за этого и возникают проблемы с отображением. Когда мы вроде как начинаем видеть сигнал меньшей частоты в высокочастотном сигнале. На минимальной временной развертке в 10 нс микросхема АЦП работает таким образом, что тактовый сигнал подаваемый микроконтроллером на эти АЦП сдвинут по времени. В результате мы как бы эквивалентно получаем частоту оцифровки в 200 МГц. Тут же можно видеть R2R цепочку и операционный усилитель, который формирует собственный сигнал на выходе генератора. Вообще на плате 3 микроконтроллера. Вот этот микроконтроллер отвечает за работу с кнопками и энкодерами. Вот этот, как мы уже выяснили, занимается основной работой осциллографа. И есть еще один микроконтроллер, который подключен к LCD дисплею и занимается судя по всему отображением интерфейса. Ладно, давайте глянем входные цепи одного из каналов. Для этого отпаиваем экран и смотрим под него. И вот тут обращу ваше внимание на то, как идет линия от BNC разъема входа до первичных цепей. Начинается и идет, 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 переходной раз, переходное два. Я уже не говорю про то, что длина каналов разная. Просто-напросто простейшие принципы построения печатных плат нарушены. Первичные цепи должны располагаться максимально близко к разъему входа, чтобы уменьшить шум и возможные наводки, которые при таких длинных волосинках точно будут. Тем более, что прям под ними проходят линии опроса энкодеров. Ладно, входные цепи. Тут стоит оптопара, которая шунтирует разделительный конденсатор. Тем самым переключается режим AC-DC. Далее видим несколько делителей и три реле, которые это все коммутируют. Потом операционник и дальше пошло все на АЦП. То есть, тут для каждого значения чувствительности свой щелчок реле. Как вы понимаете, долго эта конструкция работать не сможет. Немного поясню. Вот давайте взглянем на плату портативного осциллографа. Она тут немного уже развандалена мной, но тем не менее можно сравнить нормальное решение с сомнительным. Входные цепи стоят плотно к BNC разъемам. Длина проводника тут просто минимальна. Тут также стоит оптопара по входу для режима AC-DC и всего одно реле. Чувствительность переключается и реле, и путем перестройки усиления специальных операционников. То есть, грубо говоря, есть пара диапазонов, в которых операционники перестраиваются. А между этими диапазонами уже работает реле. Отдельная премия для разработчиков у меня за то, что все блоки питания, формирующие системные напряжения, для АЦП, операционников, микроконтроллеров и LCD-дисплея находятся на краю платы под экраном. Для тех, кто не понял, поясню. Цепи питания надо стараться располагать как можно ближе к потребителю, для уменьшения помех и наводок. А тут линия питания разбросаны по всей плате. Про качество пайки я, наверное, просто промолчу. Давайте подведем некоторый итог. FNIR C1014D на момент августа 2021 года стоит порядка 13 тысяч рублей в официальном магазине. Ссылочку я оставлю в описании. За эти деньги вы не получаете полноценный лабораторный осциллограф, как заявлено производителем и другими магазинами. Вы получаете в первую очередь показометр, которым можно качественно оценивать периодичные сигналы с частотой где-то до 30 МГц. На больших частотах 1014D показывают уже какую-то фантастику. Проводить какие-то измерения этим прибором также нельзя. Очень сомневаюсь, что разработчики отключат усреднение, ведь тогда станет видно, насколько входные цепи шумные. Так что мне кажется, модель 1013D, которую я некоторое время назад тоже щупал, более интересная, компактная и портативная, хотя логика работы идентичная. 1014D можно запитать от пауэрбанка, но все равно, мне кажется, это плохо продуманная модель. В общем, назвать FNIRSI 1014D осциллографом я не могу, уж простите. Делитесь этим видео со своими друзьями, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. Так я надеюсь, мы сможем уберечь хороших людей от плохих покупок. Берегите себя и своих близких. А с вами был Андрей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok